Когда вы отображаете зеркальный блик или блеск на объекте, то форма у него будет очень характерной. Уже ранее я рассказал вам, что форма объекта многое говорит о поверхности материала. И когда вы работаете кистью, то можете использовать две техники. Первая аддитивная, то есть вы непосредственно наносите краску. Вот пример аддитивного мазка, смотрите. Либо же я могу переключиться на ластик, чтобы воспользоваться субстрактивной техникой. Вот я удаляю краску, и когда я работаю со светом, то пользуюсь обеими техниками. В этом занятии я сосредоточусь лишь на бликах и блеске. Я просто пытаюсь понять, как же выглядит блик, и остальную часть камня рисовать и не собираюсь. Первое, что я вижу, это то, что свет блика очень ровный. Вся арка блика одного и того же света. Я рисую арку мягкой круглой кистью. Но вот он край блика. Он очень резкий. У него отчетливые края, плюс структура камни делает так, что край выглядит щербатым. Я покажу вам кисть, которую буду использовать для того, чтобы описать структуру типа этой. Если бы я использовал кисть аддитивно, то у нас получилось бы вот это. Но вместо этого я буду пользоваться кистью как ластиком. Я уберу нарисованную краску и увеличу масштаб. Затем я выберу ластик и кисть, и после удалю край блика, сделав его неровным. Край, как вы видите, куда острее. Он также показывает щербатость и небольшие детали поверхности камня. Итак, я использую две техники. Я накладываю гладкий градиент света, и для этого я использую мягкую круглую кисть, а затем добавляю резкий пилообразный край. И для этого я использую текстурную кисть как ластик. Как и в остальных занятиях, вы должны усвоить кое-что из этого упражнения. Я запоминаю мягкость света и остроту края блика, чтобы потом смочь нарисовать что-то подобное на воображаемом рисунке. Теперь я нарисую вторую версию, как если бы это был небольшой круглый камень. Я создам новый слой и начну с мягкого блика. Я буду использовать мягкую круглую кисть. Я не использую фото пример, так как я его уже запомнил. Это что-то типа теста, чтобы удостовериться, что я все внимательно изучил и запомнил. Поэтому я теперь не смотрю на оригинальное фото. Теперь я выберу ластик. И для ластика я выберу текстурную кисть, после чего буду удалять край. Как видите, похожий блик. Я теперь немного уменьшу его, чтобы он был меньше. Вторая половина нашего упражнения – это попытаться использовать блик на воображаемой форме. Это очень помогает освоиться с новой информацией. И в финальном примере я взял за образцы два куда более сложных изображения. Первый – это полированный камень, а второй – болгарский перец. И на обоих предметах блики создают несколько слоев. Вот, например, мягкий ореол и обрамляющий яркий блик. А вот на камне даже виден эффект линзы. Чтобы не было путаницы, каждый блик я создал на отдельном слое. И лишь когда работа закончена, я объединил слои. Смотрите. Основная характеристика любого блика – это переход от светлого к темному. Он может быть постепенным и плавным, или же резким и отчетливым. И поэтому дополнительные слои могут быть полезны при создании эффекта. Мои результаты могут не выглядеть особо впечатляющие, но вы все равно найдете подобные изображения в интернете. И затем попробуйте нарисовать зеркальные отблики на них. Удивительно, как богатые и разнообразные поверхности вокруг вас. Они действительно по-своему отражают свет. Итак, удачи!